Добрый день, с вами Филипп Богачев и наша любимая рубрика «Выстрел в ногу». И сегодня мы кратко поговорим о том, что может вашу компанию закопать, и это то, что делают ваши конкуренты. То есть, другими словами, когда человек залезает на дерево и начинает постепенно бронзоветь, представляя себя памятником, думая, что его товар идеальный, его товар развивать не надо, и все, он совершенен. То есть, тут, с одной стороны, у нас идет игнорирование того, что происходит на рынке, а с другой стороны, не вкладывание денег в РД. И все очень девелопмент, то есть, разработку и все такое. Ребят, ваши конкуренты не идиоты, они свой хлеб с маслом не зарядят. То есть, сотни человек и миллионы китайцев в этот самый момент думают, как сделать новую свистелку и переделку лучше, эффективнее и качественнее. Простейший пример. Например, 10 лет назад светодиодный свет для студии стоил какие-то космические деньги. Сейчас светодиодный свет для видеоблогинга можно купить на Авито за 2000 рублей. Благодаря чему? Потому что миллионы китайцев думали, как сделать светодиодные лампы. Дешевле, компактнее, красивее и спиндюрить в ней держалку для телефона. Вот так и вот так одновременно. Даже сейчас в этой студии я сижу со светодиодным светом. То есть, у меня не галоген, не ксенон, не все вот это вот. Свет, который не повышает температуру в комнате значительно. Сотни китайцев думают, как сделать там штативы дешевле, как сделать там стойки для света дешевле, машины дешевле, всякие кабели для зарядки телефонов дешевле, лучше, универсальнее, вот это вот со светодиодами. И вы должны в своей компании делать отдел разработки быстрее, чем китайцы, толковее, чем китайцы и лучше, чем китайцы. Мало того, вы должны на 360 градусов жалом вводить, чтобы смотреть, что ваши конкуренты делают, что делают ваши конкуренты в других странах и что ваши конкуренты патентуют в других странах. Потому что сначала выходит патент, а потом выходит промышленный образец, по крайней мере, в Штатах. И если вы хотя бы будете смотреть, что патентуют в рынке мобильных телефонов, то вы уже будете хотя бы понимать тренды того, что будет происходить в будущем. Я сейчас не про чипы, вживляемые в кожу с патентами от Билла Гейтса, а про нормальные патенты все же говорю. А дальше вы ставите своему отделу RD задачи, как сократить с помощью вот этой идеи то-то на 10%, улучшить эффективность и так далее. И если вы никак не улучшали свои продукты, в один момент времени вы можете обнаружить себя посреди курсного поля с контрольным пакетом акций BlackBerry. Которые, помните, как классно улучшали свои телефоны? Они были классными когда-то. Но помните, что с ними сделали Apple и Samsung? На этой веселой ноте подумайте о том, как именно вы будете следить и мониторить за рынком, как будете развивать свои продукты и, разумеется, о том, как быстро вы подпишетесь на наш канал. С вами был Филипп Богачев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok